Привет, друзья! Сегодня второй выпуск «Оригинал против пародия». Если не смотрели первый с голосом Васи, обязательно посмотрите, было очень круто. Вкратце напомню суть. Я приглашаю в студию крутого пародиста, и мы в реальном времени переозвучиваем сцены из кинофильмов или мультфильмов. И главное, делаем все максимально близко к оригиналу. Затем запускаем в студию зрителей и проверяем, смогут ли они определить, где оригинал, а где пародия. За правильный ответ зритель получает денежный приз. Наказания из прошлого выпуска вам не очень зашли, поэтому мы решили вознаграждать наших зрителей деньгами. Если ты тоже крутой пародист и хочешь попробовать поучаствовать в данном формате, отмечай меня в Инстаграм, и, может, уже в следующем выпуске именно ты будешь главным героем. Ну а сейчас встречайте Сергей Варенберг. Сергей Варенберг. 30 лет. Блогер, пародист и просто хороший парень из города Бузулук. Кхм. Так-так, погодите, это где у нас? Эм... А, вот же он. Рост 178 килограммов. Вес 106 сантиметров. Блин. Дима, Дима, опять ты все перепутал. Кхм. Рост 178 сантиметров. Вес 106 килограммов. Ух ты, блин, здоровый парень. Любимый фильм Рокки. Любимый актер дубляжа Александр Груздев. Ну что, Серега, посмотрим, на что ты способен. Сейчас тигр съест приставочих малышей. Нам нужно сейчас будет не только сделать голос Александра Груздева, но и попадать в длину фраз. Понимаешь, да? Чтобы мы могли потом уложить это со звукорежиссером. То есть, если у него фраза такой длины, ты должен сделать такую же длину и ты. Вот в этом тоже сложность. Он за кадром такой общительный и тут такой... Да нет, нет, нет. Знаешь, стука шуток рассказал. Не, обязательно, да, сделаем все. Будет прям, ну... Серега, понимаешь? Губы в губы. Будет все в губы в губы. Нормально. Давайте пока есть у нас время. Прочекаемся. Что сделать? А текст есть? Все текст. Я не знаю. Тиграм страх не ведом. Это точно. Это точно. Серег, ты нас слышишь? Да, конечно. Кто козел? Ты... Ты готов? А, типа мы тебя козлом назвали? Я все слышу, да. Бля, Серега, зачем мы позвали? А мы не сделаем саг вперед, вот наценник с Элли. Это точно. А, нет. А вы таки больше выдали? Да. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Давай. Точно. Поехали. Еще раз. Это точно. Мне шире, шире. Это точно. Очень спокойно, очень медленно. Это точно. Это точно. Теперь ты не сказал точно. Это точно. Хорошо. Вот оно было. Прошло три часа. Это точно. Он со своим страхом справился, а? Я не знаю. Тиграм страх не ведом. Он со своим страхом справился, а? Я не знаю. Тиграм страх не ведом. Скажи отдельно фразу «тиграм страх не ведом», как ты обычно ее говоришь. Тиграм страх не ведом. Ну? Я не знаю. Тиграм страх не ведом. Ну? Ну, я тебе говорю, это другое, блин, совершенно. серега ну так я говорю я с пародию учил по твоему ролику а этот я не знаю тигром страх неведом у камни нет страха и они тонут на что ты намекаешь постарай постарайся сделать прям на выдохе вот спокойно и задай вопрос на что-то намекаешь на что ты намекаешь было лучше а давай запишем в колбасу много намекаешь в колбасу давай вот эту фразу 10 раз подряд ты говоришь вот варианты смотря на видом умную приеду вниз не смотри давай выключи микрофон на что ты намекаешь 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 давай но даже я испытываю страх только серёг у тебя окончании нет у тебя идет не ты нет ты серега да ты красавчик я знаю так давай я едем дальше но у ленивтов есть враги которые хотят обидеть или даты убить на почему бы это вот это оставим я говорю о том что страх естественен страх нормально 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 это и вообще это сложнее даже не пану ты главным ролики не смогу проделать страх испытывает добыча страх испытывает добыча смотреть ты когда уходишь их пытаешься его точь-в-точь пародировать у тебя уходит подача и ты получается как вот знаешь просто вот пародируешь фразу а здесь мы все-таки встраиваем это в картинку страх испытывает добыча уже у тебя этот тони старик вышел это не старик добыча давай и пропустим потом вернемся давай давай страх вот просто одно слово страх 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 серёг видишь мы как хирурги тут этот забираем забираю я падаю поправка ты тонешь прям как камень поправка ты тонешь прям как камень серёг ну как тебе микрофон то как тем микрофона серёга это покажи еще какие пародии тони старик например здорово бандиты вот скажи это брат американец чем сила разве в деньгах вот и брат говорит что в деньгах у тебя много денег железный человек железный человек тони старик нужно отнять медом все мои примочки игрушки на одного я железный человек атор скрыть их его я британ способность летать руки смотри это же бэнер не пропадал как не тануса я непосредственно как в принципе маму если вот эти вот этот кусок пустим это будет хорошо на что ты намекаешь в принципе они прикольно мне нравится их обработать почему бы это вот это отлично мы сейчас отправляем серёгу в офис спрячем ребята еще не знают что у нас будет серёг выходи вот сюда не хочу вот и сейчас будем встречать уже ребят серёга будет монтировать делать магию серёг первое впечатление нормально нормально все погнали прятать я бы не угадал то же самое я бы не угадал друзья мы очень постарались спасибо серёге спасибо кстати студии чемоданов продакшн лучшая студия в москве как обычно сейчас будет действительно интересно потому что мы попали местами очень точно понятно что полностью александра груздева спародировать невозможно но мы сделали достаточно точно сейчас мы идем к ребятам и начинаем наш эксперимент ребят у вас есть вообще какие-то мысли кто сегодня будет в общем только актеров прям такой большой пул но вот реально вообще нет с гаврилина но я я не встречал в сети хороших пародий у гаврилине у нас же сейчас не актер дубляжа здесь у нас здесь парадист который породил но короче это хорошо что вы ничего не догадываетесь мы держали в секрете так первый участник данила данилов это сергей наш звукорежиссер проходи пожалуйста в студию мы тебе включаем либо оригинал либо пародию слушаешь слушаешь ты нас в наушничках вот и твоя задача сказать где оригинал где пародия либо что это оригинал или пародия очень волнительный момент ребята очень а у нас не слышно даниил слышишь а мы не сделал так вперед в отношении к цели точно да он стоял в нерыцательности на берегу и нырну всплеск смело да он со своим страхом справился а я не знаю тиграм страх неведом брось все животные испытывают страх этим мы и отличаемся от камней у камней нет страха и они тонут на что ты намекаешь возможно тебя это удивит но даже я испытываю страх нет ты данил привет льва озвучил какой-то очень талантливый парадист а почему как и что не похоже да боже мой сколько раз я смотрел ледниковый период то есть сначала была реплика сида я подумал так то нет вот потом заговорил хорошо давай мы тебе включаем вторую версию ты даешь окончательно ответ хорошо а мы не сделал так вперед в отношении к цели это точно да он стоял в нерыцательности на берегу и нырну всплеск смело да он со своим страхом справился а я не знаю тиграм страх неведом данил чё скажешь ну вот это оригинал это сто процентов первый оригинал 2 пародия да так давайте разберемся первая была пародия а это был оригинал неповторимую и не сокрушим данил спасибо выходим ну что zero one zero короче говоря да к запись другая вот то есть но по качеству звука можно определить но это там совсем прям если вот так вот выжимать вот а второе ну то есть у опытного актера тембр настолько ровный тогда он такой уверенный прям вот а у 1 я клянусь не знаю кто это даже прям тяжело представить но чувствуется что он напрягается чтобы именно пародировать актера а не работа на персонажа следующий александр александр это сергей с евгения вы уже знакомы страхом справился а я не знаю тиграм страх неведом брось все животные испытывают страх этим мы и отличаемся от камней у камней нет страха и и они тонут на что ты намекаешь возможно тебя это удивит но даже я испытываю страх нет ты саш чё скажешь что это оригинал или пародия ну я думаю что это оригинал что это оригинал ты точно в этом уверен да пока да саш спасибо тебе огромное выходи саш почему ты думаешь что это оригинал мой краткий комментарий ну ледникова припас много раз пересматривал и очень похож на кому поход не на кому только на тигра до тигра мы слушаем и тигр тоже очень похож так ты кого слушал кому их слушал очень и тигра зовут актера груздя александр груздев вот прям как будто вот мультик посмотрел все супер вань готов поехали по ним страхом справился а я не знаю тиграм страх неведом брось все животные испытывают страх этим мы и отличаемся от камней у камней нет страха и они тонут на что ты намекаешь возможно тебя это удивит но даже я испытываю страх нет ты вань так ну это пародия была точно пародия я думаю да хорошая такая качественная пародия хорошо давай мы тебе включим вторую версию и ты нам точно скажешь хорошо а мы не сделал сак вперед вот на сцене к селе это точно да он стоял в нерезательности на берегу и нырнул всплеск смело да он со своим страхом справился а я не знаю тиграм страх неведом чё скажешь ну ты льва щас кто-то спародировал да я не знаю у нас было сейчас вот мы те две версии поставили первая и вторая где где что ну во второй было пародия сейчас а в первой тогда в первый оригинал был так ты же говорил что в первой пародии я просто не понял за кого именно какой персонаж а а пародия то кого была в первой я сел и подумал что глазастого хорошо мы тебя включаем финальную версию ты говоришь точно что это то что сейчас включаем это будет твоим ответом нет ты да да это может показаться невероятным но у ленивтов есть враги которые хотят обидеть или даты убить нас почему бы это что это пародия точно хорошо выходим ладно хорошо войну ты точно уверен в своих ответах да готов поехали да он со своим страхом справился а я не знаю тиграм страх неведом брось все животные испытывают страх этим мы и отличаемся от камней у камней нет страха и они тонут на что ты намекаешь возможно тебя это удивит но даже я испытываю страх нет ты димон чего это было у нас тигра наверно это не оригинал и пародия ну мне кажется что это пародия вроде это не александр груздев у александра груздева более бархатный мне так кажется а более бархатный да давай мы включаем вторую версию и это точно тогда скажешь это точно да он стоял в нередительности на берегу и нырнув всплеск смело да он со своим страхом справился а я не знаю тиграм страх неведом брось вот это вот его не смыкание связок вот это вот отправляйся в дамаск это сразу александр груздев да дима что ты почувствуешь я тебе если я тебе скажу что ты неправильно ответил неправильно да ну я прям может я ошибаюсь но по слуху прям мне кажется так ну не угадал значит молодец пародист тот кто его спародировал ладно хорошо дим выходи спасибо я уже сбился какой счет то 3-1 мы просираем ребята денежки денежки капают а мы не сделал саг вперед в отношениях с Элли это точно да он стоял в нередительности на берегу и нырнув всплеск смело да он со своим страхом справился а я не знаю тиграм страх неведом серёг ты понял кого мы слушаем и что это такое я думаю слушаем сида блин ну нет нет мы слушаем тигра какой провал я так и знал так ну и что это такое ну давай одна фраза в качестве исключения хорошо спасибо я не знаю тиграм страх неведом я думаю это пародия хорошо мы включаем тебе второй отрывок ну подумай хорошенько на что ты намекаешь возможно тебя это удивит но даже я испытываю страх нет ты а это оригинал да почему потому что ну почему ну слышно более глубокий голос более поставленный это твой окончательный ответ да я думаю вот первая пародия второй оригинал выходи да 4-1 ребята ребята нам нужно вылезать из ямы последний участник у нас остался напишите в комментариях кстати угадываете ли вы или нет это точно да он стоял в нересительности на берегу и нырнул всплеск смело да он со своим страхом справился а я не знаю тиграм страх неведом брось все животные испытывают страх этим мы и отличаемся от камней у камней нет страха и они тонут на что ты намекаешь тяжело определить но я думаю это пародия почему так думаешь что не нравится вот в начале я сомневался по первым кадрам там очень похоже было несколько фраз вот последнюю фразу как будто немножко сковеркали не знаю или тональность понизили думаю что пародия хорошо давай мы тебе еще одну версию включим нет ты да да это может показаться невероятным но у ленивтов есть враги которые хотят обидеть или даже убить нас почему бы это вот это пародия а первое было оригинал ого интересно ты уверен а еще запись будет еще одну сценку если я еще попробую давай мы тебе сейчас последнее включаем либо оригинал либо пародию это твое окончательное решение да на что ты намекаешь по одной фразе а ты думал что так просто будет подставлять своих не хочу ну пусть будет пародия вот это пародия это пародия и первые были оригинал это пародия верно первый оригинал второй пародия и это я думаю тоже пародия ну получается получается мы выиграли я сейчас хочу собрать ребят в студии и узнать у них у каждого поконкретнее почему они выбрали тот или иной вариант по каким критериям и будет интересно тоже пишите в комментариях свое мнение будет интересно почитать смогли ли вы угадать или нет да мы 4-2 короче проиграли сегодня я хочу очень от вас от вас услышать вот каждый по комментарию кто угадал данил комментарий краткий почему ты сказал что это пародия да слышно по звуку и слышно что груздев своим голосом говорит а здесь очень крутая пародия ну что сказать у груздева просто я думаю немножко пониже пониже голос а так в целом конечно было круто я думаю даже сейчас может быть покруче было ну-ка когда включили я вначале немножко диссонанс такой вроде и груздев а вроде и пародия ну когда вот уже вот это вот несмыкание вот этот вот когда у груздевого Алексея все taking несмыкание а здесь в пародии более мягко получилось а в оригинале он скорееazar тембрально нежнее а как я не твоя добыча я не твоя добыча ну груздева было легче узнать потому что у него глубокий низкий голос Это сразу не дало понять, а в пародии был перебор с придыхами, поэтому тут у меня сразу посеялись подозрения, и поэтому я подумал, что в пародии. Мы позвоним Александру. Что, серьезно? Да. Серьезно? Да, мы тогда Петя звонили. Ой, пародии и говно. Но Александр, к сожалению, он не берет, и мы его не будем тревожить, у него выходной день. Да, а то... Вы, у вас телефоны здесь? Да. А вы хоть скажите на камеру, что я отправил, а то... Свет не ловит, но точно отправил, я верю. Друзья, большое спасибо за участие. Сегодняшний счет 4-2, но я доволен, честно, я доволен. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько мы круто постарались. Большое спасибо студии Чемоданов Продакшн, отдельно Сергею, звукорежиссеру. Тебе, конечно, огромное спасибо. На сегодня все, не забывайте про лайки, про комментарии, обязательно зайдите к Сереге на канал по ссылке в описании, подписывайтесь. Очень талантливый, очень веселый. Крутый, позитив, все вы. Приятное впечатление, говорю, оставил. Все, спасибо, ребят, всем пока. Всем пока. И еще немного верхней части с ним. Мы ноги сняли, надо верхней части. Я что, я за нож? Потом уже пояса. Черт, черт. Там все уже пояса. Верхний брейк. Я не знаю. Спасибо.